Стали известны лучшие российские компании, которые производят и продают органическую продукцию. Они участвовали в конкурсе, который проходил по всей стране под патронатом Совета Федерации. Всего было 15 номинаций, в том числе отметили лучшие регионы по поддержке органического производства. Делать экологически чистые товары сейчас новый тренд. Несмотря на относительную дороговизну, их покупают все больше. Востребованы такие товары и за рубежом. Продолжим разговор с директором фонда «Органика», который был непосредственным организатором конкурса Вячеславом Федюниным. Он сейчас на прямой связи с нами. Вячеслав Валерьевич, здравствуйте. Слышите ли вы меня? Да, добрый день. Итак, давайте вначале о победителях. Лидером по числу сертифицированных производителей органической продукции стала Воронежская область. А их соседи, белгородцы, признаны лучшими по поддержке органического производства. Почему именно эти регионы заняли высокие места? И насколько большой разрыв между первым и вторым местом в каждой из номинаций? Вы знаете, то, что касается победы Воронежской области, то здесь в номинации шла очень плотная борьба. Потому что в реестре Министерства сельского хозяйства у Воронежской области зарегистрировано 14 сертифицированных производителей. А следующие по значению идут Московская область и Краснодарский край, где по 13. То есть здесь достаточно плотная борьба между первым и вторым и третьим местами. Что касается поддержки, в рамках которой оказывается органическим производителем, Белгородская область победила с существенным перевесом. Объем ее поддержки в четыре раза больше, чем следующего региона, который идет вслед за ней. Поэтому здесь вот в этой номинации как раз у белгородчины конкурентов не было. Но сразу в нескольких номинациях в этом году триумфаторами стали яблочные хозяйства. И вот так в категории «Новый органический продукт» лучшими стали саженцы яблони из Ставропольского края. Из этого же региона яблочное хозяйство победило в номинации «Объем производства органической продукции». Вот значит ли это, что Ставрополье становится новым центром производства органики? Вы знаете, на сегодняшний день, если судить по количеству производителей, Ставрополье на 11 месте среди всех регионов России. Поэтому сейчас пока говорить рано о том, что Ставрополье приближается к числу лидеров первой пятерки. Но то, что она идет уверенными шагами, то безусловно. На Ставрополье действуют хозяйства, которые имеют международные сертификаты. И если их учитывать, то их становится чуть больше. То, что касается компании, которая занимается производством плодовых саженцев, да, яблонь, она победила объективно, потому что сертифицировала свои посевные площади, где размещены сады. А также действительно осуществила продажу, реализацию этой продукции. И объем, который она заявила, он выше, чем у ближайших конкурентов номинации. Поэтому в двух номинациях компания победила. У нас бывают такие примеры и в других регионах, которые не всегда пока еще являются регионами-лидерами. Но то, что в этих регионах появляются новые производители разного вида органической продукции, это объективно. Конкурс проходил по 15 номинациям. Вот среди них новый органический продукт, лучший регион по числу сертифицированных производителей органики, регион-лидер по поддержке органического производства. Вот насколько тяжело было выбрать победителей, насколько высокой была конкуренция? Вы знаете, конкуренция присутствует во всех номинациях, и выбор идет по объективным критериям. Эти объективные критерии позволяют нам с математической точностью определить, кто лучший. Конечно же, комиссия всегда рассматривает различные варианты, и не зря в ряде номинаций у нас появилось два победителя. Но в чем была специфика конкурса все-таки в этом году? Специфика. Здесь произошло разделение, например, с точки зрения поощрения тех, кто занимается реализацией продукции. В номинации «То, что касается продаж» у нас были выделены такие, как онлайн-продажи, оффлайн-продажи и специализированные магазины. Кроме того, в этом году разделение произошло и среди проектов, которые ведут студенты и школьники. В этом году две категории были самостоятельны, в отличие от прошлого года. Соответственно, здесь конкурс развивается и следует рынку и тем потребностям, которые есть на рынке, а также тем участникам, которые действительно вовлечены в органику, и на взгляд членов конкурсной комиссии достойны поощрения. Александр Валерьевич, а что получают победители конкурса и как, в частности, фонд мотивирует претендентов на участие в конкурсе? Вы знаете, ну, прежде всего, конечно же, победители получают признание. Признание Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства, других участников рынка, которые оценивают эту работу. И причем оценивают не только работу тех, кто участвует в самом конкурсе, но и свою работу. Потому что Совет Федерации, Министерство сельского хозяйства, Россельхозбанк, Роскачество, Фонд Органика являются теми, кто содействует развитию и помогают не только принимать, как это делает Совет Федерации, различные виды законодательных инициатив, которые идут во благо развития органического рынка, но и предпринимать практические шаги по мерам поддержки, принятия стратегии, то, что состоялось в прошлом году на уровне правительства Российской Федерации. В этом, конечно, большая заслуга Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства. Но и мы оказываем непосредственно финансовую помощь производителям органики для прохождения сертификации, продвижения их продукции. Поэтому в целом мы видим и помогаем им на пути к тому, как они развиваются. А конкурс – это некое подведение итогов, это признание заслуг тех людей, которые к органике неравнодушны непосредственно своим трудом и участвуют в ее развитии. Интересна ваша профессиональная оценка. Как изменилась отрасль органических продуктов за минувший год? Стало ли больше производителей? И увеличился ли ассортимент? Ключевым для нас является, конечно, развитие внутреннего рынка. И ассортимент продукции – это то, что позволяет действительно потребителю выбирать. Ассортимент ежегодно увеличивается. Нет революционных каких-то темпов, скачков. Идет все эволюционным путем, постепенно. Но с каждым годом увеличивается возможность потребителей в регионах покупать свежую органическую продукцию. Расширяется география регионов, где присутствуют органические производители. Ну и, как вы уже сказали, безусловно, ассортимент. Сегодня фактически в нашей стране мы можем приобрести всю потребительскую корзину. Конечно, не во всех еще пока регионах, но так или иначе, это уже хороший задел для того, чтобы действительно все регионы нашей страны имели возможность ее представить у себя на прилавках. Ну а если говорить о цене, количество производителей увеличивается. А цена? Цена, объективно, на сегодняшний день находится в рынке, потому что часто путают и говорят об органике, как о нечто заоблачном. Абсолютно это не так. Так, если мы рассматриваем в сегменте, например, крестьянско-фермерской продукции, то органика чаще сопоставима, а то и дешевле этой продукции. Неоднократно могу приводить примеры. В течение этого года в регионе Московской области продаются овощи, продаются фрукты наши органические, которые в сезон дешевле, чем традиционные обычные продукты, ну, в данном случае фрукты и овощи. А вот в наше непростое... Так что органика, она колеблется с рынком, движется. Понятно. Но вот в наше такое непростое санкционное время тяжело ли наладить выращивание и производство органической продукции? Вы знаете, конечно же, любой процесс на земле и труд на земле, он не простой. Почему государство, и уделяя достаточно много внимания, выделяются средства для того, чтобы оказать содействие в развитии любого сельхозпроизводства, тем более органического. Но в органике необходимо, конечно же, это желание тех людей, кто хочет заниматься производством органики, который думает о здоровье нашей природы, экологии, своем собственном здоровье, здоровье окружающих людей. И это желание определяет возможность работать. Ну, конечно же, и навыки, знания, которые необходимо приобретать. Сейчас активно в этом направлении работают вузы, создаются специализированные программы по обучению в органике. Кроме того, мы организуем стажировки на тех хозяйствах, которые уже успешны и могут поделиться своим опытом для того, чтобы предприятия могли из традиционного переходить в органическое производство, либо заниматься этим параллельно. Такие примеры тоже у нас есть. Ну, вы могли сказать о субъектах Российской Федерации. Какие регионы сейчас находятся в лидерах по производству и продаже органики? Ну, начну с производства, да. В производстве у нас лидеры те три, которых мы уже сказали в начале. Это Воронежская область, Московская область, Краснодарский край. А с точки зрения потребления, конечно же, здесь так сложилось априори. Большое количество людей концентрированно живет у нас в Московском регионе, в макрорегионе, в Москве, Московская область, Санкт-Петербург. То есть это три региона, которые являются лидером по потреблению органической продукции. Мы знаем также, что наша органика востребована за рубежом. В частности, в Объединенных Арабских Эмиратах, я знаю, очень славится наша продукция. Участие и победа в национальном органическом конкурсе дает какие-то преимущества экспорте органики? Вы знаете, так как органика, точнее, производители органики становятся заметными, безусловно, российский экспортный центр, как один из активных участников, самый главный институт, наверное, в продвижении нашей продукции на зарубежной рынке, внимательно подходит к продвижению органической продукции. Знаю, что в ближайшее время на выставки в Китае наша органика поедет и будет представлена разными производителями. Но ключевой для поставок за рубеж, конечно же, является наше органическое сырье. Оно было всегда востребовано и даже сегодняшний день не отменяет интерес к российской органике. Единственное, вопросы связаны с логистикой. И здесь, конечно, требуется участие государства, ну и, безусловно, поезд новых удобных рынков для доставки этой органической продукции, сырьевой пока продукции на рынки зарубежных стран. И я бы не делал акцент о том, что только с готовой продукцией мы должны выходить на рынок зарубежный. Прежде всего, и самое главное, что сказано в стратегии развития органического производства, мы должны развивать внутренний рынок и хорошей продукцией, здоровой продукцией кормить наше население. Вот как раз, если говорить о внутреннем рынке, есть ли какие-то целевые показатели по производству и продаже органической продукции в нашей стране? Ну, например, в этом году на полках супермаркета должно быть не менее 10% экологически чистых товаров. Или таких целевых показателей просто нет, и вы просто ориентируетесь на рынок и потребителей. Нужно, не нужно? И как готовы сами бизнесмены участвовать в этом процессе? Вы знаете, я часто возвращаюсь и апеллирую к стратегии развития органической продукции, документу, официально утвержденную правительством Российской Федерации. Там четко сформулированы как раз ключевые показатели, которые позволяют оценить развитие рынка. Это касается объема производства и объема потребления, и вовлечения в органический оборот земель, которые используются для производства органической продукции. И, безусловно, оценивается объем экспорта. Эти значения зафиксированы, они описаны в стратегии. Я могу их процитировать. Базовым периодом выбран 2021 год. В 2025 году будут первые итоги подводиться с точки зрения успешности тех действий, которые предпринимаются для развития органического рынка. И, например, объем производства в органике должен вырасти порядка не менее чем в три раза. К 2025 году относительно 2021. Объем потребления также увеличится порядка трех раз. При этом мы подчеркиваем и обращаем на это внимание, что, конечно же, на нашем рынке до момента принятия действовали и были предложены товары с органической сертификацией за рубежа. Но цель развития стратегии – это, конечно же, увеличение наших российских органиков и их продукции на наших прилавках. Такого показателя, о котором вы сказали, что 10% экологически чистых или органических продуктов должно присутствовать в сетях, такого, конечно, значения нет. И здесь рынок регулирует сам. Буквально даже сейчас, вот на встрече, когда награждали победителей, торговые сети, которые также стали в одной из номинаций победителем, подходили к тем производителям, которые производят продукцию и заинтересованно просили у них контакта для того, чтобы рассмотреть возможность поставки их продукции органически на свои прилавки. Поэтому рынок живет, развивается, востребованность продукции есть. И для того, чтобы оценивать объемы, в этом году, я надеюсь, будет введен статистический инструментарий, который позволит объективно оценивать не только экспертно, а именно статистически, как развивается рынок. Ну хорошо, но если говорить о потребителях все-таки, то основные покупатели органики сегодня, мы знаем, это взрослые россияне, которые готовы переплачивать за качество. Или молодежь тоже тянется к продуктам с зеленой маркировкой. Ну и особенно меня интересует, когда все-таки органика появится и в школах, например, и в детских садах? Вы знаете, ну ничего сегодня не мешает появиться органике в школах или в детских садах. Это требуется, конечно, политическое и немного финансового решения. В ряде регионов, например, есть такой опыт в Воронежской области, где хлебная органическая продукция поставляется в школы. Конечно, такой опыт необходимо вводить и в других регионах. Мы рассчитываем, что эта практика будет поддержана, и в ближайшее время для этого будут предприняты необходимые шаги. Но о портрете, о котором вы сказали, сегодня портрет нам известен. 70% продаж осуществляют женщины в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие, как правило, детей, то есть находящиеся в состоянии замужества, имеющие детей, которые заботятся о своем здоровье, здоровье своего молодого поколения. Кроме того, 30% потребителей являются мужчины, которые тоже ориентированы на здоровье. Особенность российского потребителя в том, что мы позаботимся больше о здоровье, а вот за рубежом они больше об экологии, потому что органика это напрямую влияет и на экологию тоже. Понятно. Спасибо, Вячеслав Валерьевич. О победителях конкурса органической продукции мы говорили с директором фонда «Органика» Вячеславом Федюниным.